Админы в моем дискорде, от которого мое только название, попросили меня упомянуть то, что у меня вообще есть дискорд. Обычно я даже ссылку в описании не вставляю, но так и быть сегодня сделаю исключение. Добрый вечер, Марс Вечен. Я продолжаю разбирать серию Call of Duty на грехи. Самые лучшие части колды типа Modern Warfare и Black Ops я уже разбирал, на канале можете глянуть. И пора приступить к самой худшей части, Infinite Warfare. Почему эту часть я считаю самой плохой? Потому что сюжет в ней это один большой бред, где действия персонажей вообще не вяжутся с логикой, а также сами персонажи не прописаны практически вообще. Сам сюжет данной части колды рассказывает об относительно недалеком будущем. 2080 год. Люди уже освоили быстрые путешествия по галактике, но не освоили нормально работающие ПВО и системы отслеживания вражеских объектов, что бросалось в глаза практически каждую миссию. Сидишь и вообще не понимаешь, у них там технологичное будущее или 20 век. Взять, к примеру, Е-каталог, в нем сразу понятно, что ты находишься в будущем. Нужно купить наушники, мышку, комплектующие для компа и так далее? Какие проблемы? Спокойно сравниваешь понравившиеся девайсы между собой и выбираешь нужный магаз, который ближе или в котором просто дешевле. В Infinite Warfare SDF, видимо, не пользовались Е-каталогом. В итоге при облавине их крейсеры, те застывают на месте и не оказывают никакого сопротивления, видимо, потому что собраны через одно место и не пойми из чего. Мы же с вами, ребята, умные, и на Е-каталоге можем глянуть видеообзоры и отзывы на нужные товары. Кратко говоря, если нужно что-то купить, то лучшее и надежнее место вы не найдете. Кому нужно, ссылочку на Е-каталог я размещу в описании. Самый огромный грех всего сюжета Infinite Warfare — это главные злодеи. Форт обороны колоний, именуемый как SDF, и его предводитель, Сален Котч. В основном, SDF расположились на Марсе и желают уничтожить или захватить Землю и все, что с ней связано. Грех в том, что за весь сюжет никто не дает ответа на главный вопрос. А почему? Почему SDF хочет поработить Землю? Да просто потому что! Разрабам лень было делать годных злодеев с понятной и логичной мотивацией. Поэтому они сделали тупо плохих врагов, которые плохие без причины. Серьезно, что может быть глупее, чем сделать злодея без мотивации? Ну, точнее, добавить ему тупую мотивацию. Они хотят захватить всех, потому что хотят больше власти. Нужно больше власти, тупо потому что хочется больше. Даже после смерти протагониста на экране частенько будут высвечиваться цитаты SDF, в которых нет ничего, кроме «Мы всех уничтожим, поработим, земляне склонятся, Марс вечен». Причем Земля никому ничего плохого не сделала. Короче говоря, весь сюжет построен на этом бреде. Есть плохиши, которые плохие, а мы должны их убивать, потому что мы хорошие. Звучит как сценарий плохого фильма. Да и в целом, как было понятно из вступления, SDF уже давно проявляет акты агрессии по отношению к Земли. Но земляне почему-то включают терпилу и позволяют дальше их разорять. Это позор. Одну из наших секретных баз атакует SDF. Их цель – прототип оружия. Вы должны изъять прототип и подорвать базу, пока противник ее не обнаружил. SDF атакует секретную правительственную базу на спутнике Юпитера. Под угрозой прототип мощнейшего оружия, которое может попасть в чужие руки. Ну тогда пошлем четыре бойца разруливать все это дело. Там ведь работы на пару минут. Да и вообще, как SDF умудрились попасть на запрещенную территорию? Хотите послушать ответ? Сейчас оборжетесь. Как вообще SDF туда пропустили? Так, согласно договорам, все народы имеют право свобод... Сэр! Чего, б***ь? Да-да, вы все правильно расслышали. Это как если бы я с друзьями решил пойти в Пентагон и делать там, что мне вздумается, при этом не получая сопротивления. Ну согласитесь, глупость. Температура поверхности минус 300 градусов. Шлем, который спасает от температуры в минус 300 градусов, можно снять ударом ноги. Горящий фальшфейер при температуре в минус 300 градусов. На спутнике Юпитера, Европа, гравитация как на Луне, но бойцы бегают и прыгают как на родной планете Земля. Антиграф граната просто создает нулевую гравитацию в определенной зоне, но противники почему-то превращаются в беспомощные манекены и вовсе выпускают из рук оружие. Хотя протагонист в этой же области просто немного взлетает. Один-один, мы опаздываем и топливо почти на исходе, что там у вас? Клише Call of Duty, только прилетели на задание, а топливо уже на исходе. А что на полевом задании забыл предводитель СДФ? Моим людям нужен врач. Заботишься о своих людях? Ради пафоса, по приколу, валить своих, чтобы чужие боялись. И как после такого отношения к своим людям у СДФ может быть армия последователей? Да там предательства должны быть регулярной нормой. И неудивительно. Все народы имеют право свободы. Сэр, это задача для полной ударной группы, не для четверки бойцов. Лейтенант Рейс, прошу вас вести себя более дипломатично. И смените тон. Дорогие разрабы, если вы будете задавать логичные вопросы вашему нелогичному сюжету, при этом не давая на них ответа, вопрос все равно останется открытым, а ситуация тупой. Я бы не удивился, если бы в игре был такой диалог. Сэр, а какого хрена главный злодей такое посредственное говно, и почему он вообще ненавидит жителей Земли? И какого хрена в нашем сюжете нет экспозиции? Лейтенант Рейс, прошу вас вести себя более дипломатично. И смените тон. Возьми здесь сейчас не боевой корабль, а декорация. Весь наш флот здесь, в Женеве. И это пугает. Это бывает каждый год. То есть ради какого-то парада Земля одобрила то, что вообще весь флот Земли будет участвовать в этом самом параде? Весь долбанный боевой флот будет находиться в одной точке и выступать в роли декорации? Что за бред? Это как если бы на 9 мая в параде участвовала вообще вся военная техника, что доступна в России. Это же бред. Но ведь бред. Бред, послушайте. Ну бред же. Ну бред. Сейчас наши дружественные орудия, так называемый Железный Щит Земли, открывает огонь по нашему флоту. Это проделки Райя, одного из бойцов СДФ, проникшего в главный пункт управления орудиями с помощью поддельных документов. И вопрос, как он вообще смог получить доступ к орудиям и тем более в течение длительного времени открывать с них огонь? Ведь как только что-то пошло бы не так, охрана мигом пристрелила бы или задержала Райя. Ведь вряд ли в одном из самых важнейших пунктов управления нету охраны или находится всего пара человек. Ведь серьезно, если бы один человек с помощью простых поддельных документов имел простейшую возможность получить доступ к важнейшему и опаснейшему оружию, то подобные диверсии были бы настолько частым случаем, что все ее возможные варианты уже давным-давно были бы устранены. Да, Райю помогали солдаты СДФ, но они прибыли далеко не сразу после того, как Райя получил доступ к орудиям. Они стреляют в гражданских! Конечно, зачем стрелять во вражескую технику с военными, которые находятся прямо перед носом, если выгоднее убивать гражданских, которые находятся в паре метров от этой самой техники? Да и в целом, если сейчас началось вторжение на землю, почему СДФ не решает нападать на какие-либо более важные объекты, чем простые гражданские? Сейчас происходит вторжение, и наши бойцы практически ничего не могут сделать. Орудия под контролем врага, а воздушный флот почти весь уничтожен, потому что, б***ь, весь флот земли собрали в одной точке, не доперев хотя бы несколько кораблей оставить на оборону. Да, я уже про это говорил, но, блин, насколько же это тупо! Водуль взлома позволяет перехватывать управление ботами! А, то есть взломать вражеских военных роботов можно всего за пару секунд? Какого хрена тогда такие роботы вообще участвуют в военных действиях? И почему нашего робота никогда не взламывают? Стошнило бы, до конструкции не позволяй. Огонь в космосе. И звуки в космосе. Интересно, как Сален Котч умудрился подключиться к нашему зашифрованному каналу? Да он так всю игру будет делать. У нас тяжелые потери! Внимание всем! Возмездие под ударом! Работаем! Прыжок! Внимание всем! Противник отступил! Сектор чист! А на кой черт противник отступил? От нашего флота осталось всего два корабля. Вражеский суперкрейсер Олимп способен их в легкую уничтожить, а потом спокойно захватывать землю. Ну или в крайнем случае можно было позвать на подмогу в сети десятки, или даже сотни крейсеров СДФ, что были показаны ранее. Разнести наши крейсеры и огромной флотилией захватить землю. Что это было за тупейшее отступление? Просрали гарантированный шанс выиграть войну. Вы чё, дебилы? Вы чё, ебаные, что ли? И кто теперь за главного? Как старший по званию офицер, полагаю, вы, сэр. Мне напомнит, что главный герой и вот эта вот баба справа одинакового звания. Господи, вы чё, долбанулись? Я только начал играть, а меня знакомят с персонажами вот таким вот образом, сделав перекличку всех возможных за одну минуту и надеяться, что я кого-то запомнил. Учитывая ещё то, что главного героя зовут Рейес, а главного адмирала Рейнс. Вот так вот выглядит комната крейсера, который только что шёл на таран, и удар был такой силы, что погиб капитан корабля. Видимо, капитан лох, так как удар вряд ли был такой уж сильный. Вы посмотрите, даже кружка со стола не упала. Зачем ты здесь, Рон? Уймите бота, капитан, пока я его не вышвырнул. Я им не верю. Так, небольшая ремарка. Буквально через пару миссий, где-то за кадром что-то как-то произойдёт, и он резко станет уважать Итана, ну то есть нашего робота. Закадровое развитие персонажей. Ммм, класс. Итан идёт с нами, я лично ручаюсь за этого железного мерзавца. Огонь в космосе. Ранее я, конечно, это упоминал, но здесь прям какое-то файер-шоу. Разгерметизация вынесла всех, кроме нас. Дверь, которая отделяет космос и здание, вы в жизни не откроете снаружи вручную. Блин, какое же топорное управление на этих истребителях. Не, я, конечно, не хочу сравнивать это говно с каким-нибудь батлфронтом, где шикарные космические баталии. Но, блин, можно было бы хоть чуть-чуть постараться. Я будто во флэш-игру зашёл. Мне очень интересно, а кто во время боевых действий снимал вот эти вот кадры для телеканала. Каждый корабль СДФ отслеживает каждый из прочих кораблей флота. А теперь мы знаем координаты некоторых из них. На радаре появились новые цели. Какой из них атакуем? Что ж, а это нам презентуют дополнительные задания. Помимо основного сюжета, можно выполнить 9 дополнительных заданий. 4 из них пехотные, а 5 исключительно на шакалах. Это так называются местные космические истребители. Справедливости ради отмечу, что задания за пехоту правда интересные. Ну, как сказать, они разнообразные. А вот 5 заданий на шакалах это просто катастрофа. Каждая миссия одинаковая. В начале миссии могут сказать всё, что угодно. Но по факту геймплей будет таков. Взлетаем с нажатием кнопки W и просмотром катсцены взлёта. Прилетаем на место, уничтожаем маленькие кораблики, уничтожаем быстрые маленькие кораблики и уничтожаем большие кораблики. Ну и на посадку с последующей анимацией. Всё, вот вам 5 миссий. Каждая из них будет проходить точно по такому же сценарию. После третьего раза весь процесс взлёта меня уже начал бесить. Причём ладно бы баталии были интересные. Так они скучные и, повторюсь, однотипные. Смысл было добавлять такие миссии, если по геймплею они не отличаются вообще. Во, зацените скрины заданий. В каждой миссии цель просто уничтожить рядовые кораблики. Это не дополнительные миссии. Это говно. Между астероидами километры расстояния. Они не витают в паре метров друг от друга. Забавно, у гигантских дорогущих крейсеров будущего нет локационных сканеров или элементарных камер по бокам корабля. Даже нет никакого фиксирования при несанкционированном открытии целого отсека. Разработка сколкового нанотехнологии. Ну конечно, если миссия стелсовая, то все противники будут иметь глушители на оружии. Тебе понадобится удостоверение. Я пометила цель, у которой его можно раздобыть. А на удостоверении разве не указывается имя и фотография владельца? К системе жизнеобеспечения может подойти любой и сделать, что хочется. Очень удобно. Спутник Сатурна Титан. Там базируется заправочная станция СТФ. Вы посадите катер за охраняемым периметром и найдете место для высадки подкрепления. И конечно же на спутнике Титан, на заправочной станции нет нормальных ПВО и каких-либо систем отслеживания приближающихся вражеских войск. В итоге мы спокойно прилетаем, спокойно высаживаем технику и спокойно все уничтожаем. Да и в целом, что мешает тогда нашему крейсеру расстрелять главную башню и взорвать заправочную станцию? Без нужды высаживаться на спутник пехотой. Учитывая возможности крейсера, мы бы вообще могли расстрелять станцию, будучи еще в космосе. Ну а если нет, то и в атмосфере планеты, в принципе, издалека можно открыть огонь. Такой же прикол, как и в самом начале на спутнике Европа. На спутнике Титан гравитация чуть слабее, чем на Луне. Бойцы должны передвигаться небольшими прыжками, как было показано, собственно, на Луне. Закрытая металлическая толстая дверь. Но бойцы без какого-либо устройства спокойно открывают эту дверь. Справлюсь руками. Зачем добавлять нормальную точечную пометку целей, если можно ввести казуальную систему, которая сама все помечает? От вас требуется нажать только одну кнопочку. И так всю игру. В начале был такой же прикол с шакалами. Мы лишились все 12 штурмовых машин. Без их артиллерии, чтобы взять башню, надо атаковать с воздуха. Господи, боже мой, а что мешало сделать так с самого начала? Мы прямо около башни, которую нужно уничтожить. Прямо сюда подлетают шакалы, и Солтер нам сообщает, что башню можно уничтожить теперь только с воздуха, потому что танки мы потеряли. Обосраться просто. То есть последние 20 минут миссии просто бессмысленны, если изначально можно было прилететь к башне мелкими истребителями и атаковать ее с воздуха. Вы совсем ебанесь? Нам удалось оторваться от Олимпа в облаках. Чего? От гигантского суперкрейсера? Уничтожителя всего живого вы оторвались в облаках? Тревожные новости, сэр. Похоже, вот и все, напарник. Мы остались одни. В космосе у главного героя нет кислорода. Вон, 0%. Не беспокойтесь, друзья. Склеечка и все. Главный герой в порядке, чувствует себя прекрасно, и мы можем продолжать кампанию. Нет, ну что за бред? Даже если бы через секунду дружественный крейсер прибыл бы на подмогу, то кислород уже на нуле. Главгера просто не успели бы спасти. Пока обнаружат, пока вылетит челнок, пока заберут. А я напомню, кислород уже на нуле и еще до прилета подмоги. У пленника обнаружено вживленное устройство. Транспондер. На сих пор работает. И что он передает? Разбираемся. И разбираются они настолько тщательно, что не решились вытащить из террориста этот транспортер уже сейчас. Сейчас цель миссии заключается в том, чтобы угнать вражеский истребитель с прототипом крутого оружия. И знаете, как мы его угоняем? Приходим и открываем вражеский истребитель, а потом на нем же улетаем. Алло, ребят, 2080 год. Разве на такой мощнейшей космической технике нет каких-либо систем идентификации? Даже элементарного ключа зажигания? На орбите спутника Юпитера и на самом спутнике размер Юпитера выглядит по-разному. Эй, джеки СДФ заправляются на Титане. После боя с участием Олимпа они нас не ждут. На нашей стороне фактор внезапности. Может вам напомнить, что в прошлый раз вас тоже не ждали, а Олимп способен прибыть на планету за считанные секунды из любой точки Солнечной системы. Откуда у вас тогда уверенность, что Олимп не прибудет сюда внезапно, как в прошлый раз? И да, ПВО по-прежнему нет. Поэтому мы без труда можем попасть на вражескую территорию. Рейдеры, Эллада заводят движки. Они собираются сваливать. Противники собираются сваливать и делают это гениальным способом. Зачем делать гиперпрыжок, который выполняется за 5 секунд? Если можно медленно гнать, не пойми куда. СДФ реально, видимо, глупые. Сейчас мы берем образец химического оружия. Сейчас мы его получаем первый раз. Но ранее в стелс-миссии на вражеском корабле мы уже использовали данное оружие, закинув гренку в систему жизнеобеспечения. Так как обе эти миссии дополнительные, и приступить мы к ним можем в любой последовательности, разрабы, видимо, не учли, что миссию на вражеском корабле, где мы применяем это химическое оружие, мы можем пройти еще до миссии, когда мы, собственно, получаем это самое оружие. Не состыковочка, по-моему. Наша задача выяснить, что случилось, и немедленно доложить адмиралу. Угу, спецразведка. А почему на какую-то спецразведку выдвигается один из двух всего имеющихся крейсеров? 900 градусов на солнце? Ни хрена себе! Тут все сгорело. Вернемся на базу и доложим Рейнзу. Ищи место для посадки. Я крайне не рекомендую. Садимся здесь. Ищем выживших. Ты что, дебил? Сказано же, астероид близко к солнцу. Сейчас здесь 900 градусов. Даже если вы на темной стороне астероида, он ведь крутится, и эта сторона уже не один раз была освещена солнцем. А значит, хорошенько прогрелась. Ваши костюмы расплавятся к чертям после того, как вы коснетесь поверхности. А вы смотрите, они там даже по металлу носятся. И обстановка прекрасная. Зачем напали роботы? Это не сбой. СДФ сумел их перепрограммировать. Я продолжаю поражаться здешним роботом. Есть станция, которая напичкана десятками боеспособных роботов. А пришел СДФ и просто всех перепрограммировал. Вообще всех. Просто. А потом мы можем их взламывать и так же просто. Что у них за программное обеспечение и почему такая хреновая безопасность? Корабль в опасности. Астероид нестабилен. Надо взлетать. Я вернусь на дебель. Нет, мы не успеем. Амар, твою же... Если бы Амар не тупил 5 секунд и пошел бы сразу, то выжил бы. Солдом, встань! Это приказ! Солд, он все еще там! Разворачивай корабль! Он берет, сэр. Мы бросили его, капрал. Ему было не помочь, капитан. Я отдал прямой приказ! Я пилот, и моя задача доставить нас всех живыми. Мы взлетаем по моему приказу! Блин, я понимаю, когда человек на эмоциях кричит и просит остаться, чтобы забрать бойца. Но сейчас же все видели, что прогремел взрыв. И вокруг все охватило пламенем. Чего главный герой тогда истерит? Видит же, что если бы мы не взлетели, то погибли бы. То есть сейчас он гонит на Солтер, потому что она всех спасла? Главный герой точно какая-то истеричка. Через 2 секунды мы бы уже не взлетели. А если бы там был я? Блять, ты че, серьезно? Алло, истеричка! Сказано же было, что не успели бы взлететь! Ты аргументы вообще мимо ушей пропускаешь? Выбора не было. Выбор есть всегда. Сука, у меня горит! Как у меня горит! Автор всей сцены и диалогов явно зря в тот раз получил свою зарплату. Мы считаем, Райя должен был взорвать себя вместе с Атис. Имплантированный транспондер был бы уничтожен. Остановка передачи стала бы сигналом для вражеского флота. Страдком полагает, после этого было бы вторжение. У СДФ изначально был какой-то странный план. То есть только смерть оперативника на вражеской территории будет сигналом, что Земля безоружна и можно нападать. Почему никто из СДФ не предусмотрел такой вариант, как обычный захват? Поймали бы Райя, посадили бы его в охраняемое место под постоянным наблюдением. И не дали бы ему самоубийца и все. Что тогда будет? Вторжение никогда не начнется? Или СДФ планирует ждать 60 лет? Я не знаю. Отсюда и второй вопрос. Земля не поняли предназначение Райя и транспортера в нем. Почему они не сделают так, как я описал выше? И все. Сидите, восстанавливайте флот и не дайте Райя самоубийца, чтобы не было вторжения. Но наши бойцы решают не потратить недельку-другую на хоть какую-то подготовку, а сию секундно пойти уничтожать транспортер и ждать нападения Олимпа с тонной крейсеров. На конвой с Райя напали СДФ. Но вопрос. Откуда они знали, что именно в этом конвое сидит Райя? И именно по этой дороге едет конвой, что аж заминировали ее? Никто о нашей операции не знал. Она была строго засекречена и начата внезапно. Видимо, в СДФ служат пророки. Райя почему-то неуязвим. Ну так конечно же, смысл тогда от погони. Теперь становится понятно, что она должна завершиться катсценой, и догонять никого не обязательно. А скажите мне, как Райя умудрился заминировать все башни Аатис? Это же, блин, он только вылез из грузовика, потом погоня, и все. Он уже одним нажатием кнопки выносит весь железный щит земли. Бред какой-то, будто из игры вырезали большой и важнейший кусок миссии. Ваш мир беззащитен. Вообще смешно наблюдать, как башни Аатис, расположенные именно в Женеве, преподносятся как защита всего мира, а точнее целой планеты. Как удобно, что Олимп входил в атмосферу Земли с открытыми отсеками. В итоге попасть на крейсер проще простого. Мы едем на лифте, который расположен в суперкрейсере Олимп, и он все еще под контролем врага. Почему никто не отключит лифт? Да, простой вопрос. Почему коч просто не вырубит лифт? И все. Драматизирует, ведь на главном герое установлен прыжковый модуль. Ну или как он тут называется. Короче говоря, можно было взлететь на пару секунд. Что, собственно, и делает Даля Рейес. Просто он тормознутый. Гениально окружить себя ботами, которые может взломать любой лох. Конечно, все это классно, мы захватили Олимп, идем в контрнаступление, но мне кажется странным, что все забыли про две маленькие вещицы. С Олимпом прилетели десятки крейсеров СДФ, а также наши Аатис, иначе говоря, суперстационарки, уничтожены. Разве сейчас Земля не должна быть захвачена? А нет, все просто забыли про это. Захватили Олимп и все. Остальных кораблей будто и не было. Фронт не в курсе, что Олимп наш. Мы идем на Марш. А почему Марс не в курсе, что мы захватили Олимп? Разве никто из главнокомандующих крейсером не допер предупредить Марс о том, что есть вероятность захвата крейсера? Или все забили на это и решили промолчать? Да. Нас подбили, мы падаем прямо на Марс. Главгер опять в ситуации, несовместимой с жизнью. И второй раз за сюжет разрабы пользуются читерским способом, чтобы спасти героя и не объясняя как. Черным экраном и с клеечкой. Гениально. А также какая удача, что все бойцы и корабли, падающие на Марс, оказались друг от друга менее чем в одном километре. Огонь на Марсе. Однако, здравствуйте. Гравитация на Марсе в три раза слабее, чем на Земле. Но, как обычно, всем на это пофигу. Подхожу, сэр. Отмечаюсь. Не стрелять! Армия роботов докладывает о готовности, сэр. Он взломал ботов Олимпа. Вот умник. Сколько их там? Полная рота. Господи, да этих роботов даже робот взломал. Причем целую роту. Что не так с этими железяками? Они тупые. Вы посмотрите на него. Он без скафандра на Марсе. Только морду прикрыл. Мне надо называть десятки причин, почему вот этот вот хрен откинулся бы в скором времени. Или это и так очевидно? Подлететь прямо к верфи нам не даст активная система перехвата. Поэтому пойдем по земле. Наши вороны сядут у периметра платформы. Там есть три зенитки. Их надо уничтожить, чтобы наша авиация смогла нас поддержать. Иначе говоря, наша авиация не может подлететь, потому что мешают зенитки. Поэтому мы подлетаем к зениткам, чтобы их уничтожить. Какой конченый сценарий! И когда доберемся наверх, будет засада. Он прав, лифт единственный выход на поверхность. Они нас точно отслеживают. А какого хрена они тогда не остановят и не заблокируют лифт? Почему враги позволяют вам воспользоваться единственным путем на верфь? Двери открываются. Черт! Оружие для лохов. Нож для пацанов. Фраза работает, даже если вы женщина. Почему Рейес ведет себя так, будто способен только бесконтрольно витать в невесомости? Напомню, на нем все еще установлен модуль, позволяющий перемещаться в космосе. Следовательно, Рейес должен был сразу погасить импульс и направиться в сторону дружественного корабля. Но герой решил корчить из себя беспомощного. Когда я стал десантником, то сказал себе, что готов отдать жизнь за правое дело. Во время титров на экране высветится 8 погибших дружественных персонажей. И здесь можно прослушать их историю. Вы представляете? Практически все персонажи, кроме робота и двух главных героев, не представляют из себя ничего интересного. Практически никто из персонажей не был раскрыт. Никто из них не запомнился, потому что все они посредственные. По причине того, что повторюсь, почти никого разработчики не решились раскрыть по мере прохождения сюжета. И я не представляю, кому в голову пришла такая гениальная идея, чтобы раскрывать персонажей во время титров. Уже после прохождения игры, когда тебе уже далеко насрать на тех, кто откинулся. Потому что они для тебя не представляют никакой важности. Субтитры создавал DimaTorzok